Толстовки из спортзалов и рэперских тусовок постепенно перебрались в светский гардероб. И теперь удобная и теплая вещь must-have, причем не для валяния на диване перед телевизором. Толстовки смело можно комбинировать с классическими костюмами и пальто, с романтическими юбками и платьями. Фьюжн, смешение разных стилей, сейчас главное модное течение. И активный образ жизни в тренде, а толстовка как-никак с ним ассоциируется. Толстовка не от того, что толстит, а в честь великого русского писателя. Лев Николаевич в своем поместье носил исключительно большие серые фланелевые блузы. Толстой ради удобства игнорировал тогдашний дресс-код. А в гардеробах у спортсменов толстовки появились уже в 20-х годах. Атлеты разминались в них перед тренировками. Наш образ с толстовкой выглядит очень небрежно и неаккуратно. У нашей героини волнистые волосы, а мягкая толстовка плюс брюки из неустойчивой ткани все вместе делают образ слишком мягким, расплывчатым. Сейчас толстовка у нас на своем месте, там, где она должна быть, и с теми брюками, с которыми она должна быть. Брюки с высокой посадкой, из джинсовой ткани, интересная просрочка. И короткая укороченная толстовка делают этот образ очень динамичным и интересным. Вот сейчас толстовка играет роль базовой вещи. Вроде бы она и не притягивает наш взгляд с вами, но вокруг самой толстовки выстроился весь образ. А образ на самом деле получился очень даже дерзкий. За счет чего? Да все очень просто. Черные джинсы с декором, брутальные ботинки, опять-таки с декором. Ушки кошачьи на рюкзаке и запястье наше в браслетах. Очень даже классно получилось. Если толстовку комплектовать с неподходящими вещами, получается небрежный вид. Но в правильной компании можно создать динамичный городской лук и даже бунтарский образ в стиле глэм-рок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова